всем здравствуйте вы на канале политбюро я александр шелест на нашем заседании виртуальном михаил чаплыга мое впечатление здравствуйте михаила я хочу обсудить и начать наше заседание с такой интересный эффект такой разорвавшиеся бомбы юридическом военном и ну наверное в таком смысле тогда же таком морально-этическом представление сейчас конечно взяли там на острие пропагандисты из российской федерации наш законопроект это не закон законопроект 73 51 где ну фактически командиру развязывают руки что не исполнение приказа на поле боя или в условных определенных обстоятельствах можно применять оружие по отношению к своему подчиненному уже понеслась там заград отряды страшные скажем так какие-то ну там вещи давай вот обсудим этот момент и вот этот законопроект почему появился зачем кто за ним стоит и самое главное вот в чем смысл вы знаете в чем смысл деятельности многих депутатов для меня загадка я думаю что эта загадка также и для президента в том числе то есть чем они там занимаются что они там делают понимаете они пользуются тем что президент занят тем что он отвечает за оборону страны и товарищи поскольку им нечем заняться на передовую видимо ну их жизнь мобилизирует правда то есть они уже трошки как это первый шок прошел да то есть уже все теперь они уже занялись своим лоббизмом дежурным и занялись глупостями ну то есть каждый начинает чем-то надо выделиться а вдруг выборы да а вдруг а меня изберут еще раз и каждый же пытается святее папы римского быть ну то есть как-то выделиться на этом фоне начали всякие глупости принимать действительно я ну не читал еще полностью сам проект вот буду только вникать сегодня это только понеслось причем да простят меня так сказать все но первым я узнал это война болотах российской пропаганды ну просто уже значит носится как списанной торбы с этим с этим проектом да естественно подают под своим углом видением да типа загранотряды смерш или как там вот эти вот ну что было там во второй мировой войне значит там и так далее а я а я то собственно говоря ну вояка с меня никакой но я помогаю нашим многим которые ушли на передок и действительно на нуле и уже много месяцев скажем так вот я трошки понимаю что происходит скажите пожалуйста а когда ребят которые ну из территориальной обороны и так далее которые предусматривали что они ну по камере мыслили они так что они будут где-то там у себя в области будут тренироваться а их нихрена извините не тренировали когда ребята сидят там на нуле на передке командиры занимаются заготовкой леса где-то в строю и там их мамаши значит этих товарищей ловят да когда командиры извините исчезают куда-то и остаются просто пацаны во первых а кто их кто расстреливать будет где этого командира найти дайте его координаты да это первое второе это мягко говоря глупость если представьте сколько будет как вы проконтролируете отказался выполнять приказ не отказался что произошло а может быть это ну что-то там нехорошее криминальное происходит так как мы это был контролирует никак на что у нас военные контрики и военная прокуратура уже не работает что случилось их распустили в отпуск куда-то что произошло они есть они эффективно работают им пишут заявление них принимают рассматривают работают если работает система к чему этот проект закон это просто к это извините глупость на ровном месте вот я надеюсь что ближайшее время президент даст оценку этому всему и я надеюсь публично еще раз знаете как последнее китайское предупреждение попросить депутатов заниматься делом или молчать ну то есть знаете вот потому что по-другому это положить край этой глупости которая там в ради происходит ну достаточно сложно то есть без угла подставляет президента я думаю что она подставляет не только президента она подставляет вообще и страну и так далее причем не первый раз поэтому ну хотелось бы чтобы прежде чем товарищ депутат которому кажется гениально его идея прежде чем с ней выходить провел широкие хотя бы широкие но закрытые консультации с профи с разных может быть он искренне думает что это хорошо но просто он не видит всего нужно просто получить больше информации вот поэтому и оценить риски ну что всего есть риски ну так сядьте подумайте сначала прежде чем вы это делаете ну вот приблизительно так бочаров ручей пять часов путин с лукашенко беседовали ну многое там можно обсудить но собственно что что нам для нас важно во время этого скажем так заседала вода вот этой встречи в украине на один километр запретили приближаться к украинской белорусской границе и собственно мы видим скопление войск говорит разведка белорусских у границ с украиной ну и собственно главный вопрос вступит или не вступит лукашенко в войну это как бы главный вопрос авторостепенно идеологические в этом заседании да это вот раздел украины польша которая хочет разделить украину лукашенко высказался говорит об угрозах и для его белоруссии что вы думаете по этому поводу скажу вам так лукашенко петляет он просто петляет он ждет когда произойдет смена политического режима в россии он же прекрасно это все понимает он петляет как может ну он влез в эту знаете в петлю же да стоит на табуретке ну не он а страну собственную воткнул в эту петлю стоит на табуретке и теперь он пытается там то танцевать то какие-то речи тянет время да а можно я просто шу последние желания там приблизительно страницы так на 240 да а можно я станцую значит там а можно я поговорю с вами и так далее он просто тупо тянет время он понимает чем это заканчивается дело о том что россия уже давно то есть она воспринимает знаете вот как было перед второй мировой когда германия совершила аншлюз и забрал австрию то же самое произошло с белоруссии тут один в один и они теперь используют белоруссию как плацдарм более того лукашенко пытался там по железной дороге что там мутить ну петлять там и так далее партизаны бегали разные вот русские шо взяли они полностью взяли под свой контроль всю логистику армия пыталась что-то там юлить пришли русские взяли полностью под свой контроль управление армии ну и экономику собственно говоря по большому счету да вот лукашенко пытается сейчас играть сейчас для него открываются определенные возможности например по санкциям у него калийные удобрения и уже в оон говорят что давайте мы с как-то уменьшим санкции на беларусь а это означает что беларусь станет окном возможности для россии для транзита и так далее понимаете да а взамен значит дадут удобрения калийные потому что ну катастрофически как их очень надо да то есть вот они очень нужны вот ну и соответственно соответственно и лукашенко пытается играть раз я так нужен западу а давайте я что-то сторгую себе правильно а русский на поэтому именно поэтому он смеялся над этим новым курсом рубля по отношению доллара так да 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 он же он же пытается вот изображать из себя турцию да но где турция да а где где беларусь да он пытается на вот этих противоречиях играть вы что думаете что в кремле совсем уже тупые сидят и этого не замечают и не видят видят нужно провести воспитательную беседу нужно но видимо воспитательная беседа длилась пять часов когда объясняли то есть лукашенко что он конечно может по китайской философии сидеть долго у реки ждать когда проплывет труп путина вот но его труп проплывет раньше если он будет играть такую политику да соответственно россияне там начали размещать свои комплексы да уже ставят на его территории более того скорее всего выдвигают условия что в час ч белорусы должны будут ценой себя понятно на убой по сути пойти ценой себя отвлекать наши войска когда будет какая-то игра на юге мы что же это прекрасно понимаем правда вот и ты дружище мол там беларуси не юли для себя лично значит там что-то да а ты должен и торговаться этим калием таким образом чтобы у тебя чтобы у нас точнее в беларуси появилось окно возможностей по транзиту логично логично вот дружище этим и занимайся вот о чем происходили беседы в этом бочаровом ручье че как там куда день там собирались но вопрос в следующем еще раз говорю лукашенко пытается петлять и ждать он думает что знаете как там что там раньше да то ли ишак сдохнет то ли поди шах да то есть очень хотелось бы чтобы поди шах ишака жалко да вот собственно говоря он это ждет но русские же это тоже понимают понимают соответственно они уже сейчас пытаются застолбить и закрепиться и в управлении армии и в управлении экономикой и в управлении государственным там и контроля над границей и логистическая железная дорога и так далее то есть они просто перенимают на себя все это а лукашенко думает что когда произойдет смена политического режима в россии он сможет играть через союзное государство у них же там свои есть органы власти и так далее он сможет играть через союзное государство и быть выгодным новым политическим элитам в россии потому что он типа старый ну из этого все вот вот какая комбинация но о чем они там договорились кто кого куда дожал и кто кому чего сказал одному богу непонятно известно но по крайней мере мы понимаем расклад силы о чем они могли там говорить михаил вы говорите что начнется на юге начнется и на севере дадон его скажем так задержание вот понятным причинам очень интересное задержание молдове это означает что молдова включается в игру вот прошлый президент гос измену молдова до молдова не то что включается ее включают потому что ну мы же понимаем что молдова в данном случае недалеко ушла в субъектности там от других стран да ну я не хочу обидеть но так она субъектности экономической энергетической военной и так далее значит о чем идет речь если я правильно понимаю что хотят русские это знаете как в том фильме про иван васильевич меняет профессию да кемска волос я я кемска волос да то есть мы же прекрасно понимаем что нужно русским для того чтобы закрепиться на юго-востоке у нас в украине они что хотя они хотят часть измаила вот там отрезать высадить там десант добраться через молдову получается добраться до приднестровья и уже оттуда открыть второй фронт ну собственно говоря ну это прям церковнославянскими буквами написано у них на лбу правильно но смотрите с точки зрения международного права заход российских войск напрямую в приднестровье и начало оттуда операции там открытие нового фронта это есть нападение на молдову кисть ну четко же понятно а как сделать так чтобы нейтрализовать молдову для этого нужно внутренне какое-то восстание встретить с цветами ну так как там ждали русские да когда заходили у нас на востоке ну вот ну и соответственно политические силы должны это готовить да но одна из таких политических сил возглавляет старшим додоном как я понимаю ну соответственно то что в молдове пошло это пошла борьба с вот этим вот ну внутренней фронтой для того чтобы не позволить русским легко пройти через кусочек молдавской территории затем приднестровья и парализовать молдову на время пока будет открыть еще один фронт вот собственно что там происходит то есть это все ясно они с этим в змеиным значит там засели для чего для того чтобы опять же бить по вот этому региону по измаилу по большому счету и блокировать опять же экспорт по ходу пьесы потом им хочется приднестровье а соответственно раз приднестровье нужно нейтрализовать молдову а молдову нейтрализует воевать они там не собираются они хотят нейтрализовать политически и собственно задача была у додона какая произвести а-ля восстание и а-ля де-факто власть взять чтобы не били в спину по приднестровью вот и вся картина и молдова решила действовать на день вот как я это все вижу здесь очень интересно выглядит рамштайн 2 и на этом рамштайне 2 да вот когда многие страны добавились еще некоторые страны к тем 40 которые были дания говорит о том что гарпуны будет предоставлять украине но есть также знаете рамштайн 3 вот 15 июня уже и дату назначили лоид тостин комментировал министр обороны соединенных штатов америки насколько вот эти ну вот рамштайны вот в этом ключе действует в том числе и по помощи с юга и рамштайны помогут разблокировать форт одессы ну думаю что разблокировать они не помогут я честно говоря знаете когда говорят там гарпун там еще что-то нам поставить и так далее я больше верю в наши нептуны ну если так уже объективно это раз гарпуны они разные бывают давайте сразу если мы пишем гарпун то давайте указывать дальность гарпуна который нам дают 300 или 160 ну то есть давайте четко указано ну никто этого не укажет понятно да точно так же как с теми гаубицами их дают с нужным устройством или без потому что это две большие разницы ну и так далее вот я не хочу комментировать военные так сказать нюансы но думаю что рамштайн ну такие сборы грубо говоря рамштайн да это для того чтобы скоординировать действия вообще министров обороны стран нато это раз для того чтобы поговорить о том и не то что поговорить а разработать цепочки логистически поставок вооружений для украины 2 потому что происходит сейчас происходит перевооружение нато а а старое вооружение собирают и отдают нам и в принципе спасибо за это да ну то есть это и так понятно и важно потому что мы можем и готовы с помощью этого вооружения бороться да кроме того вы спросили вариант молдовы и так далее если если русские задумают идти вот войти игрище с измаил с измаилом и потом заходом вверх через кусок молдовы в приднестровье то нужно понимать что по сути это ну скажем так это они очень близко погладят нато против шерсти до через румынию мы же понимаем что это затронет интересы турции страны нато логично конечно же затронет и так далее поэтому все это конечно же идет подготовка к реакции на возможный такой вариант это второе о чем они говорят и третье о чем они говорят я думаю что они говорят о том а какие внутренние процедуры необходимо изменять в самом нато потому что те процедуры политические которые есть сегодня они блокируют нато да и путин часто даже смеется над этим всем и говорит что является ли проблемой вступление швеции и финляндии в нато да собственно говоря нет поскольку речь будет идти только но проблема возникнет тогда когда там будут либо базы либо наступательное вооружение либо системы про и так далее до тех пор пока этого нет да будь ты в нато или не будет ни о чем не говорит да вот собственно я наверное и об этом тоже будут говорить и осенью где будут базы где будут вооружение какие вооружения какие будут контингенты войск и так далее так далее кто за это будет платить и чьи это будут вояки и это очень важные внутренние вопросы ну и конечно же один из ключевых вопросов эта позиция турции по вступлению финляндии швеции в нато мы же понимаем что турки тупо торгуются за самолеты которые они проплатили а им не поставили отказались от ремонта штаты мне поставили самолеты отказались от ремонта после того как турция красиво вильнула хвостом и купила у россии комплекс с-400 все остальное это знаете так ну такое в пользу бедных называется и турция добивается снятия эмбарго на вооружение со стороны тех стран которые сейчас хотят вступить на то более того турция требует еще и сделать политическое самоубийство потому что поддержка там вот этих фето и так далее это же политическое будет самоубийство штата если они действительно станут на сторону турции это будет политическое самоубийство швеции и финляндии если они вдруг начнут выдавать курдов выдавать турции и так далее то есть турки заняли очень хитрую позицию торговую по большому счету они торгуются и скорее всего до торгуются мне так кажется да вот и это все тоже нужно обсуждать на рамштайне думаю что украина была одним из ключевых вопросов в двух аспектах это аспект опять же по приднестровью да и тому чтобы русские могут предпринимать на юге второй аспект это логистика перевооружения нато и передача нам ну советских этих образцов вооружений или уже натовских но пусть не самых новых кто за это платит и логистика поставок вот ну и далее внутренние вопросы политические принятия решений и вопрос расширения и позиция турции михаил я благодарен вам за эту беседу спасибо большое за то что встретились нашими подписчиками ответили на наши вопросы это было заседание политбюро подпишитесь на этот канал поставьте лайк напишите комментарий и конечно же будьте вместе с нами самое главное в этом всем процессе берегите себя вот это сейчас самое главное чем больше вы себя будете беречь но тем больше будет у нас подписчиков вот такой циничные немножко с юмором но отличный для вас скажем так повод для того чтобы быть внимательнее реагировать на сирены и беречь друг друга до скорого и увидимся обязательно